Именно так Владимир Савин представлял себе выставку, о которой давно мечтал. За столами друзья и знакомые, на стенах лучшие работы. Показать все картины и этюды нет возможности, их больше тысячи. И вот долгожданная встреча состоялась. Дату и время художник выбрал особую – пятница 13-е в 13 часов. Мне почему-то всегда на 13 число очень везло. Хотя человек не суеверный, но 13 число окрыляет меня в творчестве. Всю свою жизнь Владимир Дмитриевич прожил в Уссурийске, на Слободе. Родной город всегда был и остается главной темой в творчестве автора. Особенно любит Савин изображать в красках Слободу и Старый Арбат. Что ему это отвечает от других художников Уссурийска? То, что он больше всех написал своих произведений об Уссурийске. Мы с ним знакомы уже на протяжении пяти лет. Это незначительный промежуток времени. Но меня всегда поражало в нем его стремление делать, творить, воять доброе, разумное и вечное. Творческие порывы Владимир Савин воплощает еще и в стихотворениях. Уссурийский поэт выпустил два сборника «Открытое вдохновение» и «Киноварь». Сюда вошли произведения о приморской природе, любимом городе и философские размышления уссурийца. Киноварь, желтая охра, кадми желтый горит, хопс, объединенный осенью, со мною, как друг говорит. По словам художника и поэта, такая встреча для него – заряд вдохновения. В окружении творческих уссурийцев друзей Владимир Савин набрался сил для воплощения новых идей. Самая заветная мечта – создать в Уссурийске большой дом творчества на Старом Арбате. Анна Клыга, Анатолий Молчанов, Телемикс.